Всем привет! С вами Саня и Мастерская. С вами с ключами. Часто возникает такая проблема, по крайней мере я уже на двух машинах это видел. Именно такая проблема, как стеклоподъемник электрический вот такого треечного типа опускает стекло прямо до конца, до низа двери и там заклинивает. Я ни разу не видел, чтобы заклинивало вверху. Он всегда заклинивает на открытие окна. Как эту проблему можно решить? Смотрите, вся эта проблема возникает из-за того, что вот эти вот зубья со временем изнашиваются. То есть вот здесь становится зуб более такой кривой, вот здесь вот более такой большой паз для него у зуба. И шестеренка двигателя застревает. Вот здесь вот, она прям въелась туда. И вперед она не может сдвинуться, и назад не может. Это решается как бы очень просто. Вот у вас заклинило вот этот вот двигатель в нижнем положении. Раскручиваем вот эти вот винты. Единственная вся проблема, это нельзя сделать на самой двери. Приходится весь механизм снимать. То есть вот раскручиваем эти винты. Чаще всего его прямо закусывает этот двигатель. Его, то есть он так закусанный. Мы откручиваем болты, его вытаскиваем. И вот эта штука у нас ходит свободно. Дальше берем, максимально сдвигаем ее сюда. То есть объясню, вот с этой стороны. У меня уже это все сделано. Максимально сдвигаем вот так. И вот сюда вот вкладываем обычную гайку на шесть. То есть вот она, обычная самая гайка на шесть. Вкладываем ее вот так. Вставили. То есть вот так. Вставили гайку. И прихватили ее на несколько прихваток. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Только вот к этой штуке. Только к полумесяцу. И у нас должна получиться вот такая штука. То есть вот такая вот фигня у нас должна получиться. То есть вот. Гаечка прихвачена. К полумесяцу. И она не дает уже заходить вот на этот последний зуб. То есть она просто ограничивает опускание стекла вниз. То есть она будет не до самого конца у вас опускаться. А где-то торчать небольшой такой кусочек. Все. После того, как вы это все сделали. Обратно прикручиваем двигатель. То есть выставляем где-то нигде. Вот так вот на середину. Вставляем двигатель. И прикручиваем винтами. То есть вот так. И все. И ставим обратно на машину. Поехали. То есть вот так вот можно решить проблему с постоянным заклиниванием электрического стеклоподъемника. На десятках, на Волгах, на любых машинах, у которых установлен такой рейшный стеклоподъемник. Так, ну давайте покажу вблизи. Закрывает. Не закрывается. Буквально чуть-чуть. Где-то сантиметров. Может пять. Но в принципе это не мешает. Потому что сюда обычно руку не уложишь. Потому что окно на десятках очень высоко. Но обычно рука лежит здесь на этом, на карте дверной. Ну в принципе и все. Все, что я сегодня хотел показать. Ну ладно. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Смотрите другие видео. И все. Всем пока. Удачи. Где-нибудь вот здесь будет новое видео. Вот здесь вот старое видео. Вот там будет подписочка. Все. Всем пока. Удачи. Два туза в раздаче. Пока.